Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Это, во-первых, плохое дно, во-вторых, грязная вода, ну и самая главная причина – это очень глубоко, до 18 метров. На земле, в небесах и на море. Для чего спасателям видеокамеры, летающие над городскими пляжами? С этой минуты в аудиторию больше никого не запустят. Сейчас начинают вскрывать пакеты и ребята приступают к решению заданий. Строгие правила для необязательных предметов. Почему у выпускников на экзаменах отбирают даже питьевую воду? Огненный фестиваль на главной набережной Новосибирска. Как укротить одну из главных стихий природы? Новосибирске стартовал ежегодный гражданский форум. На площадке экспоцентра собрались больше 600 участников – эксперты, региональные и федеральные чиновники, а также члены общественных организаций. Главная тема – развитие территориальных органов самоуправления. Только за минувший год в регионе появились 20 новых ТОСов. Сейчас в области работают более 200 таких организаций. Эксперты форума настаивают, необходимо развивать территориальные органы самоуправления в деревнях и селах. Участники форума готовят концепцию создания областной ассоциации ТОСов. Глубоко бежим то, что надо. Потому что вот эта ассоциация, она будет координировать, давать возможность обмениваться опытом, практикой. И опыта города Новосибирска, и вновь сформированных территориальных органов самоуправления в сельской местности. Завтра будет тоже уникальная возможность, дана представителям сельских территорий, активистам ТОС, побыть в ТОСах города Новосибирска, в районах, посмотреть практики, посмотреть практику работы. Им сверху видно все. В течение этого купального сезона новосибирским спасателям будут помогать беспилотники. Но и от обычного наблюдения не откажутся. Только в мегаполисе оборудуют больше 20 постов. Добавлю, что еще до начала сезона на водоемах области уже утонули три человека. Тему продолжит Андрей Баев. До официального старта купального сезона минимум 10 дней. В первой декаде июня откроют пляжи Наутилус у моря Обскова. Чуть позже пляжи Звезда, Сан-Сити и Бугринский. Таким образом, в Новосибирске всего 5 мест, где разрешено купаться. На остальных карьерах, озерах и котлованах строго запрещено. Вот, например, искусственное озеро на юго-западном жиломассиве. Место, известное многим. Каждый год там как минимум тонет один человек. Причин, почему нельзя купаться на этом месте, несколько. Это, во-первых, плохое дно, во-вторых, грязная вода. Ну и самая главная причина – это очень глубоко, до 18 метров. Поэтому, если отдыхать на воде, то только на катамаране. Всего в этот купальный сезон по Новосибирску выставят 24 спасательных поста. Из них 6 на официальных пляжах. Остальные в так называемых местах неорганизованного купания, таких как этот котлован. Очень разный контингент людей бывает. Бывают те, кто спокойно реагирует, понимающие, относятся к этому. Бывают те, которые конфликтные, очень любят поругаться. И плывут. И попадают в беду. По-разному отдыхающие относятся не только к предупреждениям матросов-спасателей, но и к официальному запрету на купание. Отдыхаем здесь как бы часто, пытаемся по возможности приходить сюда, потому что близко с домом, это очень хорошо. Но не купаемся здесь, потому что, как сказал Санпин, так и не купаемся. Потому что, ну, неохота ничем заболеть. А, то есть заразу никакую подхватить? Ну, конечно. Переживаем, конечно, свое здоровье-то, конечно. А позагорать, конечно, песочек есть, все хорошо. Отдыхаете часто здесь? Ну, да, всю жизнь почти. Наверняка за жизнь купались. Ну, да, каждое лето купаемся. Ребятишки тоже? Ребятишки? Ну, как они так? Ножки мочат. Да. Ну, не боитесь купаться? Ну, нет. Вроде пока живы. Основная причина ЧП в самом начале купального сезона – переохлаждение. Это то, что вода ледяная еще, холодная. То есть она буквально там от 11 до максимум 16 градусов в разных местах, да, по городу Новосибирска. Соответственно, температура воздуха высокая, на солнце там до 30, а то и выше, да. Человек перегревается, попадая в такую воду, у него просто сводят ноги. То есть основная причина – это резкий перепад температур. Соответственно, люди не выдерживают, чуть-чуть воды хлебнул, и все. Особое внимание спасатели обращают на подростков. Дети от 12 до 16 лет зачастую приходят именно на такие неофициальные места купания и резвятся в воде без присмотра взрослых. К сожалению, отмечают специалисты, матрос-спасатель не всегда может вовремя заметить ребенка. Андрей Баев, Алексей Погодин, Новости ОТС. Экзаменационная кампания стартовала. Сегодня выпускники школ сдавали ЕГЭ по информатике и географии. Предметы необязательные, поэтому выбрали их те, кто собирается поступать в профильные вузы. О том, как новосибирские школьники прошли испытания и какие новшества их ждали, расскажет Ксения Петренко. Елизавета учится в лице информационных технологий, поэтому решила сдавать ЕГЭ по информатике. Говорит, думала, будет легко, но когда начала готовиться, поняла, предмет сложный. Уверена, самое главное сейчас собраться с мыслями, отбросить тревогу и написать все, что знаешь. Волнительно, но понимаешь, что уже все равно ничего не исправить. Ты если знаешь, знаешь, ты напишешь, не знаешь, не напишешь. То есть ничего нового уже не сделать. Сейчас, не только сейчас. По-другому никак. Сумки и телефоны сдают еще на входе в школу. Через металлодетектор проходит только с паспортом и гелиевой ручкой. Больше ничего с собой брать нельзя. Даже питьевую воду в этот раз пронести в аудиторию не разрешили. Захочешь попить, придется выйти с сопровождающим в коридор. С этой минуты в аудиторию больше никого не запустят. Сейчас начинают вскрывать пакеты, и ребята приступают к решению заданий. В школе больше никого нет, кроме общественных наблюдателей. Все кабинеты опечатаны. Экзаменуемые под пристальным вниманием наблюдателей и медиков. Кроме того, все происходящее фиксируют в видеокамерах. Сегодня пишут географию и информатику. Предметы необязательные. Поэтому выбрали их только 20% ребят. Наибольшее предпочтение у нас общество знания. Предметы естественно научного цикла. Это физика, химия, биология. Сегодня сдают первый день экзамена географию и информатику и КТ. Если говорить про эти экзамены, то они, конечно, меньшей популярностью пользуются, нежели чем предметы естественно научного цикла и гуманитарного. В этом году на экзаменах в нашей области задействованы почти 900 наблюдателей. Главное новшество – начал свою работу ситуационно-информационный центр. В режиме онлайн идет контроль за происходящим в аудиториях. За мониторами студенты педагогических вузов. До 19 июня у нас идет расписание. То есть мы наблюдаем ОГЭ и ЕГЭ непосредственно. Онлайн наблюдения и также выходы на пункты непосредственно в школу. Сегодня нарушений нет. Теперь такой контроль будет на каждом экзамене. И уже в среду выпускникам предстоит проверить свои знания по математике. Ксения Петренко, Борис Гладких, Новости, ОТС. Девять этажей и 10 миллионов книг. Сотрудники Новосибирской государственной публичной научно-технической библиотеки показали уникальные издания, которые хранят в фондах и рассказали об истории патентного права. Тему продолжит Виктория Рыжих. Это вот книга, которую я открываю. Обратите внимание, шутляр скроен в виде такого своеобразного креста, который открывает уже шедевры находок археографов здесь, в Сибири. Это знаменитый московский апостол Ивана Федорова, который дошел до нас, я считаю, что в идеальном состоянии. С 13 века и до наших дней в музее книги более 50 тысяч экземпляров. Сотрудники библиотеки решают сложную задачу. С одной стороны, нужно сделать редкий фонд максимально доступным современникам. С другой, необходимо его сохранить для будущих поколений. В таких библиотеках прослеживается вся история нашего государства, история науки нашего государства, история мыслей людей. Вот те, которые, те законы, по которым мы сегодня не осознанно, не осознавая это, живем. И вот когда прикасаешься к таким вещам, вот, и к таким книгам, начинаешь понимать, что, кажется, не мы самые умные-то. Вот, и до нас были очень умные, грамотные люди, которые все это создавали, находясь в тех условиях, в которых тогда они были. 27 тысяч патентов. Отдел поддержки технологий обладает самой богатой коллекцией современных и исторических гарантов интеллектуальной собственности. Автоматический зонтик 1901 года, пылесос 1904-го. Автоматические стенки в детской коляске. Они срабатывали, когда ребенок вставал. Кстати, ранее большинство царских привилегий, так называли патенты, получали иностранные компании и граждане. Правда, не все изобретения оказались полезны и дошли до наших дней. Классический хрестоматийный образец смешного патента – это коробочка для сбора перхоти, которая крепилась на расческу. Очень интересная конструкция. Конечно, сейчас у нас этого нет, но это было запатентованное такое изобретение. Библиотека давно перестала быть просто хранилищем изданий. Это место встреч, общения, интересных мастер-классов, выставок и тематических вечеров. Виктория Рыжих, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Из лодок с четырехтактным мотором топливные отходы не попадают в воду. Зато плавсредство развивает скорость до 45 км в час. Рыбу, конечно, распугает, но вот водоему никакого экологического вреда. Несмотря на жаркое солнце, температура воздуха невысока. Это позволяет асфальту не раскаляться и сохраняется высокое сцепление с дорогой, что для летнего дрифта очень важно. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... Делать управление на улице с каждым днём депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру Отдохнуть на природе с удовольствием и без вреда для окружающей среды. На берегу Аби прошла первая выставка-фестиваль «Навигатор рыболова и охотника», посвященная Году экологии в России. Как выбрать подходящую лодку с мотором и на какую приманку лучше клюет судак, выясняли мои коллеги. Парад моторных лодок на Аби, десятки удочек и рыболовных крючков. Отдыхают участники, заботясь об окружающей среде. Сергей Пудов рыбачит с трёх лет. Каждой рыбе особый подход. Оказывается, играет роль и цвет, и размер приманки. Фиолетовая на судака, салатовая на окне. Щуку привлекает оранжевый. С удочкой Сергей каждый вечер после работы, однако редко возвращается домой с уловом. Крючки специальные, они идут без жала. То есть идёт просто остро, а вреда никакого не наносят рыбы. Сняли с крючка, аккуратно выпустили. Плюс также самое главное, что в экологии. Не сорить, не мусорить, за собой всё убирать. Даже если вы приехали на рыбалку, увидели там что-то где-то грязное лежит, лучше собрать пакетик и с собой увезти. И этого будет. Хотя бы если этим будет заниматься каждый, этого будет достаточно. На берегу расположилась полевая кухня и настоящий тир. Там тренируются охотники-любители в преддверии летнего сезона. Эксперты помогают выбрать моторную лодку, безопасную для экологии, и даже провести тест-драйв. Из лодок с четырёхтактным мотором топливные отходы не попадают в воду. Зато плавсредство развивает скорость до 45 км в час. Рыбу, конечно, распугает, но вот водоёму никакого экологического вреда. Проводят фестиваль впервые. В планах сделать его ежегодным. Популяризировать понятие цивилизованной охоты и рыбалка. Привлечь внимание общественности, именно населения области к той проблеме, которая существует, это задача сохранения природных ресурсов. В рамках года экологии мы ещё раз обращаем внимание, чтобы каждый из нас внес хотя бы какую-то маленькую лепту в сохранение той окружающей красивой среды, где мы живём. На выставке производители снаряжения для активного отдыха из Новосибирска, Барнаула, Томска, Красноярска и Кемерово. Фестиваль – своеобразная репетиция предстоящего летнего отпуска. Ведь уже пора планировать маршрут путешествий. Екатерина Киселёва, Евгений Агеев, Новости ОТС. Тем временем в Новосибирске прошла научно-практическая конференция, посвящённая укреплению взаимопонимания и взаимоуважения в обществе. Форум собрал руководителей религиозных объединений, учёных и деятелей искусства. Все они говорили о том, как важно поддерживать мир и согласие об условиях, когда на одной территории живут представители различных культур и носители разных языков. Тему продолжит Рута Келлер. Православные, мусульмане, иудеи, буддисты и представители власти за круглым столом. Не для того, чтобы спорить. Напротив, искать согласие. Все говорят, культурное воспитание – то, над чем надо работать. Мало читают, больше смотрят фильмы. Интернет поработил молодых людей. Эти проблемы давно на слуху. Важно сегодня не просто их озвучить, но и найти решение. Вот протестности среди молодёжи, с участием молодёжи. Да, есть. Есть эти и другие направления, которые надо хорошо взвешивать, хорошо, так сказать, аргументированно обсуждать и искать корни этого. Не так, как погасить эту протестность, а что же и у истоков этой протестности. Поэтому вот таким путём мы идём во взаимодействии. Новосибирск – единственный город за Уралом, в котором такое количество музеев и театров. Именно здесь начинали писать тотальный диктант. И только тут уделяют особое внимание родному слову. С другой стороны, сибирский миллионник – привлекательный для мигрантов. В мегаполисе даже появились обособленные районы. И вот тут важно сохранить не только дружелюбную обстановку, но и культурное наследие. А у нас в обществе ведь много механизмов, которые работают для того, чтобы сохранить единство народа. И Владимир Филиппович сказал о том, что есть у нас советы различные, но проводятся и фестивали национальных культур. И у нас есть вот центр Евразии, где там все, так сказать, национальности могут своё искусство показать. И у нас проявляются спортивные соревнования. Межнациональный форум проходит второй год подряд. И каждый раз собирает больше 400 участников. Поделиться опытом приезжают из соседних городов – Красноярска, Томска и Екатеринбурга. Рута Келлер, Александр Егоров, Новости ОТС. Сливки студенческого общества. 800 лучших учащихся в вузов и СУЗов Новосибирской области собрались на молодежном губернаторском балу. Он прошёл в мегаполисе уже в восьмой раз и в этом году был посвящён 80-летию региона. На балу побывала и наша съёмочная группа. Через несколько дней у этих юношей и девушек начнётся сессия. Но об экзаменах сейчас они думают меньше всего. Губернаторский бал – благодарность властей за достижения в науке, спорте, культуре и общественной деятельности. Во-первых, отдохнуть. Всё-таки сессия начинается. Отдохнуть со всей рутины дневной. И просто расслабиться, и хорошо провести время. Сессия в процессе, и бал, он разряжает эту обстановку. И это, я думаю, самое лучшее мероприятие, потому что оно насыщенное, очень красочное и погружает в такую сказочную атмосферу. Молодёжный губернаторский бал посвящён 80-летию области. Поэтому студенты дарят подарки региону на юбилей. Взяли нашу, центр, так скажем, России, мы взяли нашу церковь, возле которой приезжают все молодожёны. Вот мы её пытаемся нарисовать сухой пастель. Ну, учим, по крайней мере, тех, кто не умеет. Ну и хочет сделать себе какой-то красивый рисунок, может быть, подарок кому-то. Вальсируют претенденты на звание короля и королевы вечера. Я думаю, это очень хорошая традиция выразить от имени всех жителей Новосибирской области дань уважения нашим молодым коллегам, которые дерзают, которые циреустремлены, которые самоутверждаются в жизни и хотят достичь чего-то большего. Поэтому, думаю, традиция очень правильная. После такого посещения, общения с этой нашей молодёжью, которая чего-то уже большего достигла, ну, есть уверенность, что есть кому продолжать. Кроме короны, лучшие из лучших получили благодарности от губернатора. Анатолий Харитонов, Маргарита Онникова, Евгений Агеев. Новости ОТС. Начать карьеру бизнесмена со школьной скамьи вполне реально. Возможность стать предпринимателями подросткам предоставляют в Сибирском университете потребительской кооперации. Подробности далее. Бизнес-школа для студентов и учеников старших классов. Юноши и девушек учат, как пройти путь от идеи до составления бизнес-плана. Экономически и юридически обосновать проект. В финале презентовать инвесторам, успешным предпринимателям региона. Победители получают возможность реализовать своё дело. Торговые автоматы. Мы продаём еду для студентов, которые не успевают в столовую, либо срочно нужно перекусить. Они могут воспользоваться автоматом. Реализован проект на данный момент в стенах ВУЗа. ВУЗ в этом очень помог нам. Ну и планируем расширяться. Уже мы получаем прибыль. На самом деле это колоссальный опыт. Я, наверное, взяла очень много оттуда, потому что, честно, никогда не думала связать свою жизнь с бизнесом, но сейчас у меня даже появляются какие-то идеи, может быть, что-то я когда-нибудь и сделаю благодаря вот этой школе. Возраст, говорят в Сибирском университете потребительской кооперации, не показатель. По опыту прошлых лет, самые успешные бизнес-идеи выдвигают как раз школьники. Что самое удивительное, на сегодняшний день, как показывает опыт, у нас больше работающих уже бизнес-групп именно школьников. Да, их курируют, конечно, их учителя со школ, но, тем не менее, многие бизнес-проекты работают именно со школьной скамьи. Сибирский университет потребительской кооперации вошел в топ-20 национального рейтинга востребованности вузов в России. Топовые позиции заняли всего 5 новосибирских вузов. В номинации экономического, финансово и юридического профиля лучшим после столичных университетов стал как раз СИБУПК. Что касается летней бизнес-школы, то записаться и узнать все подробности можно в приемной комиссии университета. В Новосибирском высшем военном командном училище реконструировали мемориал героям-выпускникам. Бюсты 26 офицеров изготовили заново из бетона и выкрасили под бронзу, а аллею, вдоль которой они установлены, значительно расширили. На открытие обновленного мемориала побывал Александр Куршев. Память о 26-ти выпускниках высшего военном командном училище сегодня увековечили в бетоне. Офицеры воевали в горячих точках в спецподразделениях ВДВ и ГРУ. Получили звезду героя. Посмертно. Тогда за мной приехали туда, в деревню. И Константин, и все вот так. Какие-то, говорю, что это вы такие, проходите, все. Мама, Гера, погиб. Профессионал. Юрий Семенович Климов, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища. 9 декабря 2000 года, во время перестрелки с чеченскими боевиками, погиб от пули снайпера вблизи города Аргун. Груз 200 пришел и к матери Александра Димакова. Саша, исполняя воинский долг в Афганистане, закрыл своим телом гранату. Спас сослуживцев. Похоронен на родине, в селе Верхермень. Когда мы у детей гладили, 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 гладили бюстом. Больше трех лет понадобилось скульпторам, чтобы максимально изобразить лица героев. Разрез глаз, толщину губ, каждую морщинку. Там, где для работы с образом не хватало фотографий, привлекали родных и служивцев погибших. Работая над каждым бюстом, это было как общение с каждым отдельным человеком. Находили материал, сравнивали, ракурсы искали. Мемориал выпускникам училища героям отечества после реконструкции преобразился. Увеличили площадь, разбили газоны. Специалисты говорят, бюсты из бетона простоят не одно десятилетие. Александр Коршев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Другим темам. От одной до трех тысяч рублей. Такой штраф предусмотрен для владельцев грузового транспорта за отсутствие тахографа. Несмотря на это, многие игнорируют использование приборов. К чему это может привести и как часто водители нарушают режим труда и отдыха, расскажет Николай Сальников. Эксперты представили статистику аварийности по итогам прошлого года. По вине водителей больших грузов в стране произошло без малого 14 тысяч ДТП, в которых погибли около двух тысяч человек. Проблема в том, что зачастую водители рассматривают тахограф не как систему безопасности, а как оборудование, необходимое для галочки. Лишь бы было. Нарушения выявлялись и выявляются, и будут выявляться, потому как тахограф это не для водителя, это для надзорных органов. С пассажирским транспортом произошло около пяти тысяч аварий. Как итог, сотни погибших и тысячи пострадавших. А причина банальна – нарушение режима труда и отдыха. Самое страшное, что водитель не может сам контролировать тот момент, когда он засыпает. Ему кажется, что он видит дорогу, он на самом деле ее видит. Но реакция у него уже нулевая. Он видит, что происходит на дороге. Но это как-то все отстраненно. Это как будто не он, это как будто не его. И в какой-то момент он спит с открытыми глазами, а потом он вообще их закрывает. Мы можем это видеть на дороге очень в ярком таком примере. Мы едем, и вдруг грузовик начинает медленно и тихонько, либо вправо, либо влево съезжать с полосы. Другой проблемой эксперты считают нехватку на дорогах мест отдыха для водителей. Стоянка на обочине опасна, а зачастую просто невозможна. Специальных отстойников мало, а на парковках, в придорожных кафе часто заняты все места. Суточное управление транспортным средством допускается не более 10 часов, не более двух раз в неделю. Факты управления выявляются и по 13, и по 17 часов только управления. Самые аварийно опасные часы с 5 до 7 утра. Как правило, в этом промежутке в движении те водители, которые всю ночь не спали и решили воспользоваться слабой загруженностью дороги. В это время выходят на трассу инспекторы ГИБДД. Только за первые часы рейда 7 фактов нарушения режима труда и отдыха. Нарушений режима труда нет. За вчерашний день управления автомобилем 1 час 29 минут. Пройдено 91 километр. Ну да, но есть другие нарушения. Путевой лист отсюда. Путевочка-то при перевозке груза у вас должна быть. Водитель грузовика, предприниматель. О том, что должен иметь путевой лист, не знал. Штраф небольшой 500 рублей и составление протокола. Я вам написал, что я отказываюсь от дачи показаний. Пишите мне про это самое наказание, я поехал. Другой водитель тоже нарушитель. Не заменил аналоговый тахограф на цифровой. Я частик. В смысле частик? У меня нет. Тахограф он автомобиле с ночем? От ночем. Где тахограф? Ну он... Аналоговый? Аналоговый. Нет. Вы же знаете, что он не должен уже быть. В общей региональной статистике неправильно используют тахограф или не используют вообще каждый третий водитель большегруза или автобуса. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС. Канны приняли нелюбовь Андрея Звягинцева. Четвертый раз своей карьеры российский режиссер получил награду престижного киносмотра. На этот раз приз жюри. Это третья по значимости награда фестиваля. Добавлю, что ранее призыв в Каннах получали и другие работы Звягинцева. Изгнание за лучшую мужскую роль. Елена, приз жюри Ильве Афан за лучший сценарий. 1 июня, в День защиты детей, режиссер лично представит свою картину в Новосибирске в кинотеатре «Победа» и пообщается со зрителями. Огненное световое шоу, акробатические и цирковые номера. На набережной Аби прошел третий фестиваль «Огни Сибири». О самых ярких моментах и участниках расскажет Екатерина Киселева. Завораживает и пугает. Татьяна и Антон познакомились на одном из фестивалей. Теперь они пара не только на сцене. Сегодня выступают в образе драконов. Признаются, работать поодиночке было немного легче. Это очень по-другому. Очень много каких-то моментов появилось, которые у тебя нет при подготовке сольного номера. И мне кажется, это сложнее работать, чем самому ставить. Да, посложнее. Очень банально. У людей разный режим тренировки. Кто-то привык заниматься в определенные часы, определенное количество времени. У других людей, соответственно, по-другому. Дикие пляски племени Майи и французская пантомима. Каждое выступление – синтез танцев, акробатики, театры и пиротехники. За плечами Александра Леруни одна победа на международных конкурсах. А началось все с жонглирования шейкерами в баре. Сейчас Александр – основатель первой дальневосточной школы огня. Александр владеет контактным стафом практически в совершенстве. Помимо шеста с огненными концами, классический реквизит артистов – шары под названием пои и веера. Один докупуй в среднем весит около килограмма. Длину цепи каждый факир подбирает под себя. Чтобы начать заниматься огненным искусством, не обязательно владеть хорошей физической подготовкой. А вот без ловкости и чувства координации никуда. На сцене гала-концерта лучшие номера артистов со всей России. Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы, Владивостока и даже Беларуси. Всего около сотни участников. С каждым годом масштабы фестиваля расширяются. Артистов все больше, номера все ярче и сложнее. Екатерина Киселева, Алексей Баженов. Новости ОТС. Рев двигателей и сотни сожженных покрышек. Дрифтеры со всей Сибири собрались на гоночном треке у Новосибирского экспоцентра, чтобы разыграть кубок губернатора. Сквозь дым за заездами наблюдала Маргарита Онникова. Один из самых ярких моментов квалификации дарит зрителям дрифтер из Омска. Программист Дмитрий Демиденко единственный из участников выехал на трассу на отечественном авто. Пятерка 2007 года, почти свежая. За 35 тысяч купил и в бюджет в 300 тысяч она вот стоит. Процентов на 70, это еще русский автомобиль. Тут в принципе без иностранного только турбина стоит и некоторые запчасти. Все остальные участники оставили копейки и семерки в гараже ждать зимы. Для летнего дрифта больше подходят японцы, Тойоты, Ниссаны и Мазды. Именно на них сибирские дрифтеры и открывают летний сезон. Мероприятие очень знаково, потому что оно первое в этом сезоне и очень интересно. На первом этапе зимой мы все соскучились по летнему дрифту, по дыму, по этому запаху. И соответственно все очень интересовались, очень хотели участвовать. Раньше мы мероприятие проводили в начале мая, но, к сожалению, погода не позволяла, потому что было холодно обычно, ветер. Сегодня, Бог миловал, у нас хорошая такая классная погода. Для дрифтеров на трассе абсолютно идеальные условия. Несмотря на жаркое солнце, температура воздуха невысока. Это позволяет асфальту не раскаляться и сохраняется высокое сцепление с дорогой, что для летнего дрифта очень важно. 21 дрифтеры из Новосибирска, Томска, Омска, Красноярска, Кемерово и Барнаула боролись за кубок губернатора Новосибирской области. И впервые за последние три года трофей остался в столице Сибири. Как и в 2014-м, его забрал Евгений Спирин из команды Йоко Тим. Маргарита Онникова, Алексей Баженов. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. 30 мая по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске временами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду, порывы до 15, влажность 82%. Температура ночью плюс 16-18, днем плюс 25-27. Последующие 2 суток местами небольшой дождь. Температура воздуха в среду днем плюс 16-18, четверг плюс 18-20. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА